Ислам 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 В сегодняшней рубрике я хочу рассказать вам о шахаде. Шахада — это самый первый и самый важный столб ислама. Шахада состоит из двух частей — свидетельства об Аллахе и свидетельства о Мухаммаде, мир ему и богословение. Шахада на арабском языке звучит так. Я свидетельствую, что нет Бога достойного поклонения, кроме единого Аллаха, и что Мухаммад — его раб и посланник. Шахада — формула единобожия, которая вводит человека в ислам. Не становится человек мусульманином до тех пор, пока не прочитает шахаду вслух. Ребенок, родившийся от родителей мусульман или от отца мусульмана или матери, который относится к Эхликитаб, то есть людям писания, является мусульманином. Читать шахаду необходимо с пониманием ее смысла. Ученые едины во мнении, что если прочитать шахаду, не зная хотя бы общий ее смысл, то это не вводит в ислам. Первая часть шахады — слова «ля иляха иляллах» означают «нет ничего и никого достойного поклонения, кроме единого Аллаха». «Ля иляха иляллах» — это отрицание и утверждение. Отрицание любых божеств, кроме Аллаха, и утверждение, что Аллах един и нет сотоварищей Ему. Всевышний в Коране говорит, «Ваш Бог — самый достойный для поклонения Ему, Бог единственный, и нет Ему сотоварища ни в сущности, ни в качествах». «Нет божества, кроме Него, милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовшим в день суда». Вторая часть шахады — свидетельство о пророке Мухаммаде, салаллаху алейхи вассалям. Смысл свидетельства в том, что Мухаммад — мир ему и благословение, посланник Аллаха. Признавая это, мы свидетельствуем, что принимаем для себя необходимость следования его повелениям, верим во все то, что он рассказал, и готовы оставить все то, что он запретил. Для того, чтобы это свидетельство было действительным, нужно без сомнений уверовать, что Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, является рабом и посланником Аллаха, послан к людям и джинам, что он печать пророков и посланников, что он самый приближенный раб Аллаха. Всевышний в Суре Ар-Раф в 158 аяте говорит, «Ты скажи, Мухаммад, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам». Шахада — это основа религии. Посредством ее человек становится мусульманином. Приход в религию — самое достойное дело, которое смывает грехи и которое является причиной попадания мусульманина в рай и спасением его от ада. Если на одну чашу весов положить семь небес и земель, а на другую слова «Ля Иляха Иля Аллах» — «Мухаммад Расулуллах», то последнее перевесит. Верующим мусульманам желательно как можно чаще произносить шахаду. Очень важно читать шахаду при экстремальных случаях, когда жизнь подвергается риску, чтобы покинуть этот мир с верой в душе, дабы стать обитателями рая. А мы продолжаем. И напомню, что сегодняшняя наша тема — жизнь после смерти. Имниудя, скажите, вот многие люди верят в реинкарнацию. Как ислам относится к этому? Да, реинкарнация — это мы знаем, что от латинского — это перевоплощение жизни, души в других разных телах. Эти верования присущи религиям Древнего Рима, Вавилона, Египта и так далее. Ислам к этому относится довольно критично, так как мы знаем, что Всевышний Аллах создал человека для испытаний. Сурим Мульк в втором аяте говорится о том, что Всевышний Аллах создал смерть и жизнь лишь для того, чтобы испытать нас. Кто из нас совершит ещё больше лучших, благих деяний? Именно причина нашего создания и неспосылания на эту землю заключается в том, что то испытание, экзамен, который мы должны сдать здесь, будем ли мы благим человеком, будем ли мы совершать хорошие поступки, либо мы окажемся среди тех, кто идёт на поводу своих страстей и потеряет и эту жизнь, и жизнь следующую. Поэтому мусульмане и ислам отрицают реинкарнацию и говорят, что такого не может быть, так как каждая душа должна понести ответ за содеянное собой. И в Судный день каждому человеку будет представлена книга его деяний, в которой будут всё, до меньшайших подробностей прописано то, что он совершал, что он думал, поступки, помыслы, верования этого человека. И каждый человек будет лично, сам отвечать лично за свои грехи или за свои благие деяния. Именно, известно, что в жизни у нас есть книга деяний, в которой записываются все наши поступки, плохие, хорошие. Что будет с этой книгой после нашей смерти? Запись в эту книгу производится двумя ангелами, которые всегда находятся вместе с нами, ангелы, писари, которые записывают каждое наше деяние и наши мысли. Данная книга будет вестись ими до того момента, как мы отправимся в мир иной. Но после этого есть возможность оставить эту книгу открытой. То есть есть определенные деяния, которые будут постоянно наполнять её, продолжать наполнять, несмотря на то, что мы уже не живы. Это три категории деяний, которые указаны в священном хадисе пророка Мухаммада. Первая из них — это садакая джария, то есть неиссякаемая благотворительность, если перевести. То есть это те благие поступки, которые человек совершил, находясь при жизни, но их польза продолжает приносить пользу людям даже после его смерти. Например, такое, как построить мечеть или какое-то образовательное учреждение, или выложить дорогу, по которой будут пользоваться люди, вырыть колодец и так далее. То есть те благие поступки, которые приносят пользу на протяжении поколений. Ко второй группе относятся знания, которые оставил человек после себя. Это могут быть его последователи, ученики, люди, которых он обучил религии или каким-то полезным в жизни знанием. И люди, используя эти знания после его смерти, также отправляют частичку вознаграждения ему за это. К третьей категории относятся его праведное потомство. То есть если человек оставляет после себя праведное потомство, которое будет молиться за него. В том случае даже, что человека уже нет на этом мире, он умер, то книга Диани будет открыта до тех пор, пока его дети, его внуки будут делать за него дуа. Подошло время нашей постоянной рубрики «Правила чтения Корана». Оставайтесь с нами. На прошлых уроках мы прошли с вами арабские буквы. С сегодняшнего урока мы перейдем к правилам чтения Корана. Новое правило «Хуруфульмадда». Чтобы передать на письме долготу гласных «Э», «У», «И», мы будем использовать следующие буквы «Элиф», «Е», «Вау». Чтобы продлить гласную «Фатха», нам нужно будет поставить «Элиф». Чтобы продлить гласную «Кясра», нам нужно поставить «Е». Чтобы продлить гласную «Дамма», нам необходимо будет поставить букву «Вау». на письме этот будет выглядеть так. «Ба», «Би», «Бу», «Та», «Ти», «Ту», «Халь», «Еку», «Люне». Здесь после «Фатхи» идет буква «Алиф», которая удлиняет предыдущую букву. И звук получается удлиненным. «Ба». На письме буквы «Элиф», «Е» и «Вау» будут встречаться без согласовок, без суккуна. Мы продолжаем. И напомню, что сегодня у нас в гостях преподаватель исламских наук имени Оджа Асанова. Имени Оджа, скажите, пожалуйста, до какого времени души пробудут в могиле? В священном Куране об этом говорится следующее. Ангел Исрафиль, его обязанностью является пробудить души в Судный день для отчета. И все души будут находиться вот в этом промежуточном мире, который называется Берзах, именно до этого времени, до того момента, как Исрафиль дунет в рог и оживит всех умерших и тех, кто остался. Вначале умертвит, потом оживит. И с этим призывом все люди соберутся на площади Махшер для того, чтобы предстать перед Аллахом и давать ему отчет. И здесь же им будет дана книга их деяний. И каждому праведному человеку, который совершил праведные поступки, заслужил удовольствие Аллаха, эта книга будет дана в правую руку и спереди. А человеку, который совершил много грехов или был безбожником, то ему она будет дана сзади и в левую руку или с левой стороны. И, конечно, уже увидев это, как преподнесение этой книги уже будет свидетельством того, к чему готовится этому человеку. И после чего будет следовать тот отчет, к которому все должны подготовиться в этой жизни Мишалах. К сожалению, наша передача подошла к концу. Чурсалам вас именем. Джейсалям алейкум. В Священном Коране говорится, «Каждая душа непременно вкусит смерть». Иссаляму алейкум. Брахмутуллахи. Баракятов.